Синок, доброе утро! Покойненько в садик. Надо его уже подстригать. Да. А ты будешь подстригаться? Это какой-то раз... Нет! Это какой-то раз он тогда не захотел. А сколько за новость? Давно. Одевайся, поехали. Сейчас только 7 утра, а уже кондиционер работает. Потому что уже душно, жарко. У нас тут уже укропчика накосили, чтобы он не сдох от жары. Мы уже петрушки чуть-чуть нарвали. И щавель будем вязать. Пока, сына! Гришка завтракает. Я ему уже яичницу пожарила. Гришуля, ты не могла бы собрать мне там несколько жерделок, чтобы я себе кашу с жерделками сделала? Хорошо? Буду готовить завтрак. Овсянка номер два. Ясно-солнышко. Овсяные хлопья. И полмультистакана овсянки. И сейчас еще сюда воды. Как раз целый стаканчик получится. Все. Мой зайчик, мой завтрак готов. Каша без ничего. Просто на воде сваренная. Жерделки, мед и стаканчик компота. Ура! Всем приятного аппетита. Я завтракаю. Слушайте, у нас сейчас безумно жарко. Очень жарко. Я собралась. Юбку даже одела. Вот эту вот клевую, легкую. И собралась в Сбербанк. Маэстро. Расскажу, зачем. Я не знаю, как вообще у кого. У нас на детские давалась карточка, которая называется... Блин, у меня вид, конечно, когда поспишь, нужно опять иметь голову. Ну, не суть. Сбербанком я еду по поводу карты МИР. Мне пришла смс по поводу того, что все социальные выплаты будут производиться с 1 июля только на карту МИР. У меня карта Маэстро. Ее давали всем в плане того, что оформляли вот на детские. Еще с Гришкой вот 9 лет назад ее оформляла. И получается, что теперь нужно что? Перевыпустить на МИР. Как там счет останется, не останется. Пересдавать теперь документы в соцзащиту. В общем, сейчас пойду узнаю все в Сбербанке. Сейчас по новостям даже говорят, что сегодня самый жаркий день. Вот у меня 37 градусов показывает. Съездила я в Сбербанк. Сказали, что мне ничего не надо менять. Потому что сказали, все и так будет приходить. Потом будет постепенная замена. Хотя карту только... Я переоделась. И что хотела еще сказать про карту. Я, если честно, думала вот в апреле мне ее... Я ее забрала, поменяла, перевыпустили. То есть, ее просто там срок действия закончился. Да? И я думала, что ее уже поменяют на МИР. Но нет. Получается, только через 3 года ее поменяют на МИР мне. Ну, в общем, сказали, что сейчас ничего не нужно. Все и так выплаты, все будут социальные приходить. Я, если честно, просто переживала. Я уже сдала на госпомощь. Думаю, блин, сейчас не будет приходить. Как бы смысл тогда сдачи документов. Подушки эти положила. Папа и мама. Клевые. Я их обожаю. Несмотря на то, что Алиэкспресс, Сержуня с меня сжал. Думал, что эти пайетки отлетят буквально через пару недель. Но нет. С ними все играются. Им уже год получается этим подушкам. И они в отличном состоянии. В общем, советую. Как же я люблю лето. Пошла сейчас сорвала. Уже помидорчики поспели. Вот это вот первые. Будем кушать домашние. Огурцов собрала. И болгарский перчик тоже уже домашний. Сейчас будет салатик. Здесь играет Корея и Германия. Я хочу прям посмотреть. Я понял, я в Герешу посмотрела 5-2. Да, но сейчас нет. Сейчас Германия проиграет. Сейчас давай посмотрим. Вот сейчас 82-ая минута. Все 0-0. Счет ровный. Сейчас посмотрим, когда ж Корея забьет. Но Германия поедет домой. Германия проиграла. Ну, я знаю уже. Это не прямая трансляция. Откуда ты плакал? Ну, я смотрела в интернете. Папа мне говорил, что немцы плакали там все. Потому что Германия, они же были чемпионами мира в прошлом году. И сейчас проиграли. Это что такое? Это кто такой? Спиннер. Спиннер? Расскажи мне, что ты посмотрел Галита. Кто выиграл? Красные, да? Да, красные. Корея выиграла. Германия, да? В дополнительном времени. Два гола им. Потому что вратарь не бежал. Да? Да. Я видел, как с угла бегал. Да? Да. Покажи зубы. Растут. Ага. Тут с Антохой уже составили список гостей. Позвонили мамочкам. Пригласили. А Вику? А Вике сейчас еще позвонит, да? Они точно звонят. Газетки нам приходят. Ну, не нам. Ну, в общем, нам. Как бы, да? Хозяйство. И российская газета. Я вот не знаю, как она вообще приходит. По выписке или нет. Ну, хозяйство точно выписывать. Сот рублей. Не знаю, на сколько там выписывать. На полгода. Трибуна. И вот такая вот пресса. Сейчас посмотрю. Иногда в хозяйстве очень интересные вот на последней странице рецепты. Сейчас почитаю. Что тут пишут. Про Уху уже пишут. Как раз Гришки надо дать почитать. Приманка для карася. Сейчас пойду ему отнесу. Эти кабачки уже за вчерашнего вечера смотрят на меня. Поэтому сегодня, наверное, все-таки быть овощному рагу. Из кабачков, морковки, лука. В общем, все, что найду. Капусты. Такой мини-борщ. Знаете, куриные бедрышки. Бедрышки. Ну, в общем, что-то куриное пообрезала. Из косточек сейчас варю бульончик. А из курочки, из самого мяса буду делать рагу. Вот мой рагу. Больше всего здесь кабачков. Немного мяса, немного морковки, лук. Хочу еще добавить капусту, болгарский перчик и рис. Вот. Ну, может быть, не знаю какой. Или просто водичкой залью. Или томатную пасту со сметанкой. Еще подумаю. Ну, пока будет что-то вот такое вот получаться. Ну, и чесночок, и зелень уже в конце тоже добавлю. Моя рагу готова. Я здесь зелень добавила, сюда базилик. Ой-ой-ой-ой. И чеснок. Вот. И все быстренько потушилось. Вообще недолго готовится. Все-таки добавила томатной пасты, чтобы было красное. Мне кажется, дети так лучше будут кушать. И заодно в это время сварился бульончик из косточек куриных. Тоже сделаю супчик. Видите, пока тут пылесосят. Я пойду малину собирать. Антоха, я на малину. А кто будет налаживать? Приедет папа. Я все наложу. Я приду. Хорошо? Идем с мамой на малину. Лукошек нет. Так что будем собирать миски себе домой сегодня. Кушать. Малина будет со сметаной у нас. Рассыпать. Я Фоня сейчас взял и рассыпал малину. Мы тут совсем чуть-чуть насобирали. Потому что малинку не полили. В общем, мы собираем ее через день. Один день ее родители поливают. На следующий мы собираем. В этот... Вчера, получается, ее не полили. И сегодня совсем мало она спела. Мы немножко насобирали. Бабушка, да? Да. И Афонька еще и рассыпал. Ну, мы ее собрали. Теперь едим. Вкусно тебе? Ребенок. Как в садике? Расскажи. Малину давали. Малину давали. Малинку давали? Угу. Где в садике? Да. Так ты кушал? Да. А как ее? В мисочке давали? Ну, да. Одну тебе, одну Зою? Да. Одну тебе, одну Зою? Да. Один. Да? Да. Да. Что ж это давало вам, Малину? Анатольевна. Анатольевна? Да, много. Много? Нет, мне подними и отдай. Ты что? Давай мне. Пойдем. У нас сегодня рагу на ужин. Ты будешь рагу? Рагу будешь кушать? Один. А? Один. В кастрюльке. Ага, буду. Будешь? А так она вкусная? Вкусная, да. Лук уже бабушка с детской обрезали. Степа вырвал. Ну и я тоже вырвала. Амуля морковку. Ага. Поскольку ты по три или по четыре? По четыре. А теперь ужин под кондиционером. А это что здесь зеленый? Зеленый кабачок. Рагу на ужин. Ну как рагу? Нормально? Правда горячая. У нас 9 часов. Я доделала пряники. Сделала на них розовую окантовочку. Мне кажется, так намного нежнее, что ли, смотрится. И как-то более закончено. И вот эти вот. Вот это вот. Именно вот такая вот техника. Да? Такими капельками. Вообще, мне кажется, такую нежность и воздушность придает прянику. Так что я, в общем-то, обалдею от таких пряников. Вот 60 готовы. Сейчас они немного подсохнут. Я делала это все, естественно, такой густой глазурью, чтобы она держала форму, чтобы эти капельки не расплывались. И получается, что отлично, в отличие от белой глазури, которая более жидкая, вот эта вот густая быстренько застывает. То есть, для того, чтобы просто на открытом воздухе белая застыла жидкая заливка, то нужно примерно 4 часа. А вот эта вот, я думаю, что за пару часов вся точно, даже может быть и за час уже и внутри просохнет. Ну, за два точно. Я сразу упакую эти пряники и буду приступать к следующей партии, к следующим 60 пряникам с инициалами. Я не знаю, видно ли здесь сейчас, но так вкусно пахнет с кошаной травой. Папуля, в общем-то, покосил траву нам. Красота. И я теперь счастлива, что мне не надо косить. Надо только опять здесь подмести. Вот. И дети играют в прятки. Гляньте, как яблоня наклонилась сильно. Прям яблоки, так это они вообще еще не спелые, они только коси не поспеют. Нужно, наверное, все-таки подставлять палочки. Продолжение следует. Продолжение следует...